земля цвета вернет во тьму вот здесь мы с вами остановились и тогда я взял и привой ментор через зону влияния воспитывает сейнис в итоге все закрепляется на генном уровне вот сейчас смотрите доказано не нами смертными а его лично мичуриным великим гением с анодом практикам теоретикам с уважением узненков селябинск а теперь внимание сейчас я вам покажу какой бесценный вещь я владею у меня есть его труды мне прислал еще два сека вот этот вот нашел на помойке здесь большой раздел называется вегетативная гибридизация в ментор большой кусок книги этого посвящен вот посмотрите кто из вас где-то сейчас пополам из тех кто смотрит я не знаю сколько всех 40 50 как обычно на половина прекрасно знает мичурина мне никто никогда не сказал что мичурина допустим что его работа ложная никогда не слышал я разговаривал лично самим для нас величина если ученые не с нами общаться вот этот самый челябинский директор института ваулин александр юрьевич я его спросил это очень важно это все что мы говорим это для нас началась учеба потому что и да есть да нет значит разбежались и это самое садов никогда не будет ну допустим да я вас спрашиваю как вы относитесь к мичурину ответ современник наш тот самый который сейчас это заниматься на урале тем чем мы с вами чем занимался воденков и жили все ну как бы это одно и то же и и результаты такие одинаковые с огромным уважением вот его слова а теперь если когда это меня услышите уважаемый александр юрьевич так смотрите что здесь такое существует сайт или канал как он там я не разгорается точно как называется вот он называется тумановским ну кто знает тут все поймет что это значит и там погоды делают вот такие дамы сейчас посмотрите я не стал если вы все посмотрел что железо решил что пора вмешаться в драку потому что вы побеждают они столько одному то есть бесполезно нам любителям что-то доказывать и тогда садов не будет но не будет садов потому что по словам все там все та же звериная технология звериная это мой термин прошлая звериная технология ну и он соответственно прислал мне материал я выбрал только один кусочек иначе никаких нервов не хватит вот этот кусочек а потом я буду на каждом меняли такой кусочек юрий железо ответил ольге каких таких подробнее можно ольга вот неполный список сторонников сподвижников садоводов железо броски латинков на том свете бодр на том свете нога на том свете бородишься там все ценовая слава богу жив но тоже изменялось на десяток а броски его еще старше вот это и есть сторонники то есть это его козырь что и не один такой смотрите это важнейший момент потому что от этого зависит будем мы будем или не будем заниматься дальше всем за нас уже все решили а значит садов не будет ольга исакова ответила юрию увы имена известны только в узких кругах даже не обо всех википедии написано но это неважно вегетативной георгиозации железо теперь о вегетативной георгиозации не надо писать что это я придумала любой может прочитать вот вспоминаем меня сколько раз я раз двадцать говорю каждый раз когда оппонент мой или там допустим латинкова говорит что не согласен начинаешь разбираться и выясняется что сада у него нет и когда говоришь покажите свой результат он исчезает навсегда вот а так как а он считает что вот эти дамы вроде ольга исакова приносят большой вред вот значит я их уже сейчас прошу а он как-то с ними связься вернется на тот же самый юрий владеевич брат мой любимый надеюсь вернешься на тот же самый сайт и мы этот ответ можно попросить помощи павел николаев староценко он этот текст мои слова переводит почти один к одному внимание для чего я столько говорю коротко цитирую сама не могла проверить я проверил она не они они зачем вегетативная гибридизация популяризировала семка в целях опровержения классической генетики и хромосомной наследственности у нее даже понятия нет что когда папа с мамой получается хромосомной наследственности но когда мы делаем то что называется прививки да тут нельзя даже ссылаться на хромосомную наследственность это значит что не лысенко не опровергал мимичури не опровергал не латинком он же про это тоже я вам показывал только маленький кусочек от его трудов нашего короля она даже не понимает о чем говорит была подхвачена его вот то есть вот я не могу успокоиться что непонятно что ли когда вот так вот сращивать слово диффузия очень говорит на откройте слово диффузия в конце концов была подхвачена его последовательность державю просто фамилия изменилась ну то есть вместо ничего на появился железу и это самое место лысенко и да для меня это честь сравнить мичуриным и сказать что я его заменил или там латинкову даже покойному приятно было песен в результате исследований внимание ложность теории вегетативной гибридизации была провернута 30 50-х годах как опровергнута а сегодня за тобой воронок приехал а если ты успел настучать за ним приехал воронок наличие вегетативной гибридизации не подтвердилось вегетативная гибридизация уже наука приехали друзья так я у меня для меня ваулин да директор мяско института ученый большой он обогнал стать и всех вас в этом сколько угодно ссылаться на это фонта вырослся на какой я ничего понять не могу вот что тоже уже ученый у меня ты теперь знаете какой сторонник есть я теперь это знаете как только сама тот хотел мальчишка за мальчишкой стоит такой здоровяку попробуй тронет вот пожалуйста а ничего она они же не слышали даже фамилии нас а про это не знает а зачем она про это написано она же не знает ничего и для того чтобы подтвердить и проверить а и кто сказал сколько чертей на на конце иглы вмещается а ольга дело в том что по железу который не мечевенец а немножко другая трубка вот происходит совсем другое происходит гибридизация так гибридизация но я вам сейчас ниже покажу как без фотографии плохо ладно вот это фотография дело это манжурский абрикос вот узнаете скажите что не так и очень никогда гибридизация нет вообще никогда этого не будет не будет одно дерево дало сотни ветер вы представляете как пошло по стране гулять скоро во всех ваш соседней утро все будет это лучше нету нету смотрите ладно через несколько лет приезжают ко мне услышал моих успехов дускай бил ваш коллега он был сюда я же взял как союзники я буду так то что турцом полот пожалуйста вы же знаете а он ничего не боялся он почему-то узбек никто не так вот узбек на русской службе то есть заведующий лаборатории института граждан программ я не знаю кто вы там ольга это самое кем-то числитесь что-то по моему выпускницы тимирязевки вот той самой который ни одного абрикоса не плодоносит а ну да тогда действительно вас не могли научить а причину надо было обосновать почему у вас них и на не растет а ну да вот и получилось а вот он приезжает ко мне они уже меняются а это то что меняется сейчас попадается чисто красный полукрасный на еще на том же дереве заметьте не на потомстве а на том же самом дереве плоды поменяли окраску я просто не догадался еще более свежей фотографии вот а к чему говорю уже существует я сейчас вашу пользу вы меня поймаете так за язык что скажете ну вот видите окажется про нету гибридации вы правы вы не правы я права я на вашу пользу но и объективен по крайней мере я говорю то что вижу а не то что читал на заборах пишут ну что хотел сказать матерное слово смотрите он начинает окрашиваться телегонии тоже не существует наберите телегонии его узнать что и нет вот мне бы с вами поймать бы за часто и вот будете поосторожным же не будете так кидать словами вот взяли в догонку отменили мичурина и все эти гибридации все это его жизни все работа его жизни это ж надо так взяла отменила и вот смотрите ладно это тот же мы а вот это видите как это мой любительский снимок моя знаменитая линейка которая заблочила сотню сайтов укра украшек даже эта фотография самая скромная всех это было украдено месяц вместе с линейкой тоже но это легко проверить сами можете потом значит итак существует телегония я говорю железо существует телегония прямое влияние без зачатия или неполное зачатие происходит перестройка но это на вашу пользу здесь ничего не скажет я все-таки папа-мама и вдруг внимание это чист самый чистый опыт в моей жизни почему потому что вы скажете а с подруги деревья они уже сами опылись а там на них прививки были мне ваулин я не раз буду еще возвращаться к нему прислал с 20000 рублей так заказав 1000 или 2000 костик уже не помню у него было жесточайшие условия ни одной кости из привитого дерева а у меня не привитые были только маньчжурцы и я взял вот эти вот накопал ему из-под маньчжурца вот такой вот подросток то есть косточки падали прошли через дерн лежали 1000 меня одну не продавал под косу а тут на тебя успела вот и вот это стало его сенсации смотрите это прямая потомки дело подверг скажите это я где-то в другом месте взял извините это он мне прислали ля 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 вот видели это он мне прислал это он мне прислал это он мне пришел вот вот у меня потомство и вот это тоже играет на вас не нравится кинтриги поговорить вот косточки помыть но вы первое начали вот больше известно русском кругу нихрена уже кстати не узком просто цепили зубы это называется за гормолчане и вот наконец мы увидели маньчжурцы а это еще ваши естественно что на них привешь на потомка маньчжурцы привешь культурный сорт назови его как угодно сказать это не этот самый это не витативный гибрид потому что каждый фактически со смешанного сада большинство садов россии каждая косточка гибридная и никто не может доказать что это не от папы с мамой никто не может доказать они вот от этого вот его образа смотрим дальше это дерево а их все бы показать по фотографии я же снимал неделю назад когда все черенки резал вот но юлика вот забор его можно узнать вот это чистый сохранивший как бы сказать первозданное в виде академик мелкие остроносы не самый вкусный скажем так вы думаете это самое все не такие красавцы нет смотрим внимательно дальше вот а теперь скажите его тоже кто-то опылил допустим что а кстати вот эта страсть с костик выращивать я не поддерживаю даже ваулина не одобряю вот хотя он получил результаты получил вот но это потолок а нам надо вы шить и так на одном дерево получились такие потом не в косточку берем веточку берем и получаем еще пару поколений наша песня хороша а скажите мне пожалуйста ульга это выпустим с этими резинки ну-ка ну-ка это гибрид или не гибрид это гибрид или нет смотреть глаза при этой девушке говорю так вот чтобы эту ольгу если это правда брат мой юрий вот сказал что они там сплошные тимирязицы да ну чему их могли тимирязицы научить я уже вам рассказывал когда агроном под этой аббревиатурой темирязица академия пишут что у нас не это самое не один прикосный плодомость не дает плоды что значит кандалы очень мило взять эту ольгу она наверняка должен занимать пост сильно нужно так это же иметь такие точные стопроцентные данные не существует и вот то что вы видите перед собой друзья это тоже не существует я бы сказать на рынке купил принес чтобы угостить очередных гостях зараза на рынке такие крупные персики видел щепку вот такие абрикосы вот как нарочно средняя азия он поставляет 30 грамм ну невозможно больше абрикосы обнаружить но не мог я где-то украсть или там это купить и вот она вот это вот ольга не вот эта дама а именно та ольга вот берет командировку но по приказу например президент академии наук она же наверняка к науке имеет отношения чтобы запретить мичурина это какую надо иметь даже не наглость нет даже не невежество а уверенность в том что это все на права начиталась и вот представим себе что ее вы пишет командировку так так садят даете эту самую как называется поезд москва бакан вот туда табака на 80 километров как мы тут и можно и на телеге доехать если бы не было бы бензина и и естественно спецназ бежать может кому охота ехать на смешку приезжайте в такие примеры приводил ко мне подходим к этому дереву а вокруг 100 камер этих самых все телевизионные камеры с россии там с казахстана с польши уже все когда-то жена дожила это реабилитировать а мичурина но вы же думаете чего делаете то вернее вы думаете что вы ничего не делаете вот из-за чего это затеял латинкова на свете нет через коллег думать я не знаю что будет забудут о нем еще не как будто его и не было а у него видели в хокке точно те же дронят уже не точно таки это отдельный разговор вот как он пытался сохранить мои же присланные мной это отдельный разговор и вот я надо кандалы в сибирь вот посмотрела не требовать от нее ну или там нет телевизионщики не нагло не послали ну что если мичурина есть видеонагеризация чтобы рисовали в лицо ничего не знаю а вот это латинков мне прислал фильм вот так а я снимал прям с экрана вот тут начинается на же личное такие дружеские эти я жители написано академии я как академик вас сохраню в чистоте и начал прививать а это учеба но мы уже с вами во второй класс большинство перешло мы про первую еще будем вот иначе это прежде чем перейти во второй люди искалечит свои деревья вот но уже но это второй класс уже это не шутки и вот это константинович говорит это твой академик а еще королевский я вам показывал в прошлый раз помните я вам показал кажется а это я нашел ну что вы скажете друзья это вегативный гибрид а нет смотрите глаза это я не вам это это я в той ольге говорю представляете и вот дальше а я не могу иначе от них один вред своими они же как они ведущие в этих самых сайтах вопрос они ответ вопрос ответ вопрос ответ вспомните эти самые лишние ветки там когда надо все дерево изумечить чем занимается тимирязевка я не против тимирязевку надо сохранить почему база есть людей переучить это неделя надо переучить он вчера калечил почвы сегодня ему не надо калечить ну и что подстриг чтобы это самое сейчас ниже и увидите еще я что-то начал вперед заскакивать ну ладно ну а вот мы начинали у нас одинаковый он у меня не доставал академика и я у нее не доставал академика две параллельные линии ну а вы хотите он наконец-то академик казмина казмина увидеть значит он два раза меньше ну полтора ну что имели сейчас мы с вами не прощаемся почему потому что мы вас помним вот эта фраза знаменитая король умер да здравствует король да здравствует король может вам отнести может вашим последователям сегодня ваше место еще вакантное и вот это вот да здравствует король пока если по историческим понятиям пока она пустует на Урале подрастает Катя Кузнецова на Урале Алексея не знаю что он до сих пор еще может быть я виноват что меня мало раскручивает вот Долматов на Урале наш главный мамонт извините что я так называю ну потому что мамонты мы называем вымирающим племенем вот ай сейчас у меня давление начинает подскакивать ладно Николай Георгиевич кстати это когда-то я хотел с вами советоваться вот ну и Сергеев как бы сказать народный академик уж он это заработал завоевал столько съездов провел сколько труда вложил вот посмотрите существует вегетативной гиблиотации или нет вот когда вы Ольга увидите вот такие вот эти черешни это моя рука это моя это скачать смотрите чтобы я не выглядел болтыном добрый день Валерий Константинович на вашем лимонаре 122 часть 5 вы разыскивали автора фотографии на фото абрикос саженца академика посадка осень 15 года сад находится 24 от Казани Казани от Орбога на участке растут еще ваши семцы сливы абрикоса около 15 штук то есть я не могу сказать деревьев много все посадки на холмы траля ля 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 если все удачно перезимует выше новая фотография а пока я показывал одну Илье Зайцеву одну фотографию я все данные вот надо раскручиваться гражданин Зайцев это ко мне захотите иметь питомник ко мне помогу раскрутиться а пока что у меня было от вас что имя фамилия город телефон вот пожалуйста а теперь любуйтесь друзья тоже не может быть этого никогда а Ольга я теперь долго буду вас вспоминать вот и так как мы сейчас с ним заканчиваем с Ольгой пока значит Юрий Владимирович тебя там тоже до инфаркта доводили вместо меня так я все смотреть не могу мне не хватит нервов вот потому что там были что как насмешки были насмешки были вот сколько вам сказали мне прискать яблони три раза да а что три раза это самое только погуще наверное надо чтобы вот и по-моему абрикосов у них так и не было проверьте еще раз Ольге все спросите где ваши абрикосы где ваши абрикосы если нет абрикосов вы не полноценны с этого потому что из вещи которые любой дурак вырастет они сами растут палку ткни и вырастет знаете почему мода пошла на эти на карликовое подвое на яблони палки втыкают землю и все так что ж там не вырастить так когда палку открыл она растет а вы абрикос вырастите а потом лезьте это самое проклинать вернее отменять Мичурина Мысенко много вы знаете что тогда было сколько ученых поехали в Сибирь только не садись сады садите сосны вали и сколько там осталось навсегда вам это хихоньки так я немножко помог а этот самый брат мой брат мой Юрий Котова Анна добрый день Валерий Костянович спешу заказать черенки в прошлом году я почему выбрал эту из ваших костик вырастили 40 абрикосов 30 готовых мне нужно 10 черенков и сразу Губа Академик Королевский а дальше хотите продлил этот ряд Фаина этот самый Филиппевский этот самый в общем этот Бай потом еще есть один Бай еще есть Бай Филиппев опять же вот и получается такой ряд нету больше вот единственное что надо спасать Латинковский второй последний сад спасать надо ну вот там вот я сейчас говорю еще раз к этой Ольге меня начинают разбирать зло ну вот вместо того чтобы вот тыкать носом этого совершенно нового человека с удовольствием брат мой который натыкал косточки у нее начали поводоносить нашли с кем связываться вот сейчас узнал про Латинкова он же вам вышит этот самый мой брат Железов вот вы возьмете спасать это самое или вот так вот только ля-ля-ля-ля-ля-ля кто-нибудь думаете поехал я сколько все так же было когда я это рассказывал показывал волну нагонял панику про Боннара Бориса третий то есть получает таких садов вот меньше чем пальцем на руке неудобно свою фамилию называть ну и что а он мичуринец сто процентов он из семечек и скотчек вырастил такое что вообразить невозможно Борис Иосифов вы этим займитесь хватит уже это херней заниматься темирязевцы вы что думаете если после этого я теперь на дух вас не подпущу сейчас вам покажу это самое завтра приезжает ко мне Савинич аспирант я показывал он здесь она просто еще одни курсы еще один диплом не хватает пустяка денег и гектара земли она вот это вот вот это вот с моей помощью за пять лет может вырастить сад добрского лауреата а что толку от этих ваших этих этого не может этого не может но Савинич приезжает ведь когда-то же это смогла убедить и поехала ко мне на практику вот сейчас косточки вот они вот на старификации а через пять лет с каждого дерева по 10-20 ведер нет вру через 7-8 лет по 10-20 ведер но первый урожай на второй третий год и видно будет что это они чем моложе тем они крупнее вот это все сколько раз показывал ну загляните ко мне в фотогалерею ну в конце концов если до сих пор не заглянуть в фотогалерею там же сплошь одни эти самые вегетативные гибриды вы понимаете что когда мы это я все к той Ольге не могу успокоиться не могу успокоиться когда мы начинали вегетативной гибридации заниматься это гром сказано перевивали все подряд чтобы под руку попадется вся наша наука Латинкова Железов мы металлурги конечно если металлург является параллельно один Латинков этот самый почетный заслуженный металлург это значит что дурак а второй на себя показывает лучший изобретатель и рационатор города Норильска что дурак что ли когда в садоводство пришел а потом спохватился были 30 граммов вот уже он 50 грамм еще поколение 60 грамм еще поколение 80 грамм еще поколение 100 грамм что нету вегетативной гибридизации это уже не от меня у меня уже таких фотографий сотни вот таких как сейчас пришел что нету вегетативной гибридизации я сейчас заступаю за своего брата которого там это вы пытались вы смеете полезно на вас это самое чуть-чуть образумить поправить у меня попробуйте вы смеете ну загляните в фото галереи на моем сайте ну пожалуйста а потом приезжайте а по другому вы понятия не имеете как я встречал телеканал культура начиная с бутылки коньяков а потом и ствол стал заварен те эти самые телеканалы из других городов по 5 по 10 ведер абрикосов их с собой набивали они же приезжали на своем транспорте вот набивали полностью эти приезжали эти самые Стиверин главный редактор приезжала Головина главный редактор полную машину абрикосами набивали а так они тоже печатают железы знаете что вдруг это все липа нет надо ехать за 500 километров вы уж там постарайтесь вы что думаете чем я вас встречу Ольга проклятиями что ли там без скандалов не надо чтобы вас спецназ ехал на это чтобы тут над вами смеяться узнает меня как я умею встречать гостей и вот получается вырастил 40 абрикосов 30 готовых приезжать если он еще и приезжает более-менее вы представляете сразу ну вот вот он этот человек который год потерял через два года будет лучше чем в этом самом причем я гарантирую у него все это будет плодоносить а не как у этого самого здравствуйте я агроном я отвечу на ваши вопросы вот вот ответил что у нас это абрикосы не плодоносит о привычных сексикаторах вот с чем бы вам бороться ух если бы на вашем этом бы сказали караул спасайте ведь на всех сайтах идет реклама привычных сексикатор я сто процентов уверен даже готов голову наплахнуть что на вашем сайте где вы там хозяин ну как сказать погоду делаете вот как бы сказать у руля что там тоже на этом сайте вот эти же подлые секаторы я так называю вот красивое все но негодно тоже их рекламируют а вы возьмите вот это я вас сейчас чуть потыкаю вот этим вот это лучшее лучшее это рекламное остальное это вообще дрянь или мертвое если это лучшее это лучшее а это лучшее ну куда лучше-то а это лучшее умирающее а это еще лучше вот с этим боритесь-то а не с регулятивной гибридизацией ну доказали нету ее и что тогда получается гибридизация кроме всего прочего Ольга передает еще и морозостойкость раз закрепляет морозостойкость два а потом уже когда я возьму эту веточку отрезаю от академика возьму классический способ если где-то выдержит 30 во Франции а у меня через несколько поколений привитые на манджуриц покажет 40 и не замерзнет и эти 40 останутся навсегда хотите поспорить поспорьте посмотрите таблицы в этом году морозов вот это все тема этих Юра ты уж меня прости завел меня я своих обиды не даю так вот это еще один вы видите что творится вот и вот наконец я получаю письмо вроде толковое потому что вебинар 122 а я уже второй раз про это рассказываю да еще фильм создан и вот человек пишет сейчас успокоюсь мне кажется не стоит уделять время на ответы таким как тот Павел про секатор а он написал что я тупой раз секаторах не понимаю так вот Павел там без фамилии ну у нас так принято вякнул там это самое полил дерьмо миг кусты отказался показывать рядом же с ним питомник он там работал значит под питомник подразумевает что есть это маточный сад иначе откуда сами соберутся не из воздуха же два варианта с юга привезли или маточный сад мы ему записели ну хорошо я тупой ты нам не тупой покажи нам этот сад съезди фотографии сделай рядом с тобой живет наша из всех самых близких сотрудниц я не зря называю своих друзей сотрудниками вот потому что это общее дело итак про секретарь все рассказано да рассказал ну и сколько меня 620 человек услышал есть видео просто отправлять видео на вопросы пусть смотрят не смотрят на видео у меня вот пример 10 видео как это как садить как сфиксировать как ухаживать и так далее вот и каждому кто выпишет косточки эти 10 видео а потом звонок спрашивают меня про суверикацию а вы что не смотрели не вы мне так объясните вот вам и видео и вот получается их правда истина не интересует правильно но они за что страдать должны это это я за них так сказать дежурный по стране только не как так и было такое выражение дежурный по стране у нашего юмориста я дежурный по садовой стране у вас наверняка еще много материала есть о чем поговорить вот если бы не Юра я вот эти бы сколько немного потратил на Латинкова и больше времени потратил на эту Ольгу вот Мичурина отменила еще вот это вот одним рочерком пера вот это вот ни малейшего понятия она читала когда я успокоюсь сегодня второй час будет спокойно все так и что получается вот этот человек прислал мне две фотографии а я люблю когда фонарик присылает смотрите прививка с секатором привычным вот я тут внизу добавил закон сопротивление почек привычным секатором это не закон это насмешка ну все вы поняли бедная мелба а второй он сам пишет это уже по железовому читаю на втором снимке видна прививка вашей бельфер улучшенной комплировкой это уже ваша школа спасибо Алексей огромное спасибо пусть таких писем у меня давление восстанавливается вот и все еще раз комментарии нужны снова не взору так хочу задать вопрос в садах России семь лет назад набрали анис на карлике позапрошлом году взялся его черенок прививка прижилась дала прирост в том году пустил листочки и через некоторое замерзло но дичок пустил побеги прошлое осенью я снова взял ветку санис вопрос какой будет результат если приметь тот же сорт на отводке того же дичка который годом раньше отторг этот сам анис по вашей теории должно было произойти насыщение метра спасибо соответственно совместимый должна быть лучше ольга та самая темирязевка и это тумановка с фирмы туманова скажите мне на него вы слова начисления метра слышали а ну да раз футболизация не существует тогда что я читать ладно короче если на практике да осущение происходит знаете как я объясняю и вам и на всяк случае Ольге ну когда ты вдруг она молода так вот еще как говорится не испорчена до конца ну доверчиво скажем не глупо не умно а есть такой термин доверчиво и вот она значит смотрите берем сорт А хотим скреститься с сортом Б особенно самое страшное это когда разновидовая они не хотят там сами понимаете у них генетически они это настолько чужие друг друга не происходит опаление теперь он берет допустим сорта А я объясняю самое простое на свете а с той же Ольгой так и надо потому что иначе она вообще ничего не поймет раз Мичурину не изучала то есть как бы с нуля получается сорта А она теперь берет допустим Мичурин и сорт Б вживляет черенок а черенок то он погибнет потом или даже расти будет так ведь есть разновиды для меня всегда было дикостью когда это самое черемаха с грушей сейчас в голове не укладывается я бы не стал бы привать грушу на черемаху только по одной причине или на черноплодную рябину чаще привать так вот на черноплодную рябину я бы не стал привать грушу почему мне бы в голову не пришло что это может даже бы не пытался как она не знает рентгеновизации поэтому не пытается а тут я просто бы не догадался а у него получается так допустим повторяю сорт А вживляется в сорт Б раз два три может быть уже в следующем потомство еще раз проходят годы может десятилетия и однажды уже с помощью папа мама уже не с помощью то что мы называем насыщение ментора а это есть деталь вегетативной гибилизации деталь насыщения ментора уже смотришь скрестили церападу смогли червом хрявиши что общего а он смог вот это вот эти самые вещи которых не существует растет церапад а его нету ой Ольга ау почитайте но это не секрет а ну да вам же это нельзя читать его не существует сейчас простите железова нет вот этого нет вегетативной гибилизации нет церападуса нет ничего нет ой я сегодня за брата своего отвечу вот нашли с кем связываться вот это примерно как мой брат этот самый первый разряд а у меня мастер спорта вот так а у вас извините тоже вряд ли лучше чем первый разряд сколько бы вас не учили в теме разряд а чем можно научить если ничего нет смотрим с этим разобрались это как раз к этой теме вот человек мне написал письмо как оно вовремя пришло конечно же на вторая попытка аниса на тот же самый подвод будет удачнее я отвечаю но у меня было несколько случаев когда сотни привают каким-то сотам раз три штуки не пошло я на второй год прививаю две штуки не пошло третий год приваю стою возле него он уже вот такой как не обрезаешь почти у земли все равно прет корни еще и такие были а потом с тем самым тупым который за три раза не привился случилась новая карьера это вы знаете вот это значит садовод любитель совершеннейший новичок Мажерин Саша есть фильм есть результаты с одного дерева выражает сумасшедший оказался уже этот три раза не прижившийся этот это все есть это документально Ольга вот и все это он урожай дал уже плоды два раза больше вылитые уже Амуры а у него же папа был Амур то есть я не утверждаю что это результат этот медальщик привел у него же папа был Амур именно вот то что есть у каждого косточки практически есть папа еще оно позволило врагам Мичурина врагам медитиноза сказать оно и без этого было бы такое вот и все и вот что получается значит вы пробуете вторую попытку делаете должна прижиться нет а вы потом возьмите и посмотрите а как этот человек изменился а ведь это тоже как это тоже селекция которая называется сверху вниз а вы ольга учительного термина ведь мультиметр или сверху вниз вот такой термин допустим или мне еще там несколько только смеяться будете вы еще не готовы к этому итак по вашей теории это он пишет мне письмо должно произойти насыщение мент наоборот а вспомнил или сверху вниз или как я пишу наоборот вот ну вот наш человек ольга стыдно этого не знать вот он знает не взорвали все но стыдно вам все равно придется Луденкова изучать Железово и возвращаться к Мичурина там где мы всем согласны так внимание час прошел ох шашкой намахался знаете что я клялся сегодня этому двум своим помощникам ну готовили вебинар я буду тихонько я буду так аккуратненько я буду конечно высмеивать смех это страшное оружие а вместо этого накинулся и вот последний день как умер Матинков сердце болит все эти 9 дней я ничего поделать не могу и все об этом знают вот но если я не могу иначе если я не буду вот таким тоном чуть потише оно просто не выдержит остановится вот еще я заступаюсь чтобы вы до конца меня поняли ребята я заступаюсь за деревья сотни раз я показывал в ужасе это все дурь вот эту включая тимирязевскую дурь вот про эти лишние ветки это ж выдумать такое если на ветке есть плоды оставляем на ветке нет плодов отрезаем вы что совсем охерели ну а кто будет кормить кормить я уже схемы рисовал глюкозу рисовал у вас на сайте тимирязевки нарисовано у вас на сайте нарисовано кусочек фрагмент ветки листик почка и стрелки глюкоза написано глюкоза по русски глюкоза третий раз говорю может плохой слух глюкоза и она стрелка пошла вверх к крону и вторая пошла вниз к коням вы что сделали нарисовав эти самые все изродово все дерево на схеме а я сказал что я не буду больше ладно давайте хорошим тимир B тимир